История молодого человека Часть третья, глава седьмая В начале зимы Фредерик и де Ларье беседовали у камина, еще раз примиренные, Еще раз подчинившиеся тому роковому свойству своей натуры, которая сближала их и вызывала взаимную привязанность. Один в общих чертах рассказал о своем разрыве с госпожой Домбрюс, которая вторично вышла замуж за англичанина. Другой, не пояснив, почему он женился на мадемуазель Рок, сообщил, что в один прекрасный день жена убежала от него с певцом. Стараясь сгладить комизм своего положения, он у себя в префектуре проявил такое административное рвение, что скомпрометировал себя. Его сместили. Потом он был начальником поселений в Валжире, секретарем Паши, редактором газеты, агентом по объявлениям и в конце концов поступил юрисконсультом в одно промышленное предприятие. А Фредерик, прожив две трети своего состояния, вел теперь образ жизни скромного буржуа. Затем они спросили друг у друга про общих знакомых. Мартинон теперь сенатор. Юсане занимает большой пост, ведает всеми театрами, всей прессой. Сизи предался благочестию. Он уже отец восьмерых детей и живет в замке своих предков. Пелерен, пройдя через увлечение фурьеризмом, гомеопатией, вертящимися столами, готическим искусством и гуманитарной живописью, стал фотографом. И на любой стене в Париже можно увидеть его изображение — крохотное туловище в черном фраке и огромную голову. А что твой друг Синекаль? Исчез. Не знаю. Ну а твоя великая страсть, госпожа Арну? Она должно быть в Риме вместе со своим сыном, лейтенантом. А ее муж умер в прошлом году. Да что ты! — воскликнул адвокат и ударил себя по обу. Кстати, на днях я встретил в магазине милейшую капитаншу. Она вела за руку мальчика, своего приемыша. Она — вдова некоего Удырии, страшно растолстела, прямо чудовище. Какая жалость! А ведь у нее была когда-то такая тонкая талия. Деларье не скрыл, что в свое время удостоверился в этом, воспользовавшись ее отчаянием. Ты, впрочем, сам бы не разрешил. Эта откровенность восполняла то молчание, которое он хоронил о своей попытке по отношению к госпоже Арну. Фредерик извинил бы ее, поскольку она не удалась. Хотя открытие это несколько раздосадовало Фредерика, он сделал вид, что ему смешно, а, подумав о капитанше, вспомнил про Ватназ. Деларье никогда не встречался с нею, так же, как и со многими посетителями Арну. Но он прекрасно помнил режим бара. Жив он еще? Еле дышит. Каждый вечер непременно тащится с улицы Грамон до улицы Мон-Мартр, обходит все кафе. Слабый, сгорбленный, разбитый. Настоящий призрак. Ну, а компен? Тут Фредерик весело вскрикнул и попросил бывшего комиссара Временного правительства открыть ему загадку телячьей головы. Эта затея пришла к нам из Англии. Чтобы высмеять праздник, который райлисты справляют 30 января, независимые учредили ежегодный банкет, на котором едят телячьи головы и пьют красное вино из телячьих черепов, подымая бокалы за истребление стертов. После Термидора террористы основали такое же братство. Это доказывает, что глупость быстро распространяется. «Мне кажется, что ты теперь равнодушен к политике. Такие уж годы», — сказал адвокат. «Они стали подводить итоги своей жизни. Обоим она не удалась. И тому, кто мечтал о любви, и тому, кто мечтал о власти. В чем же причина?» «Может быть, в недостатке твердости», — сказал Фредерик. «Что касается тебя, возможно, это и так. Я же, напротив, был слишком тверд. Не считался со множеством мелочей, а они-то важнее всего. Я был слишком логичен. Ты же слишком чувствителен». Потом они стали винить случайности судьбы, обстоятельства, время, в которое родились. Фредерик заметил. «Не о такой будущности думали мы в былые дни. Еще в Сансе, когда ты собирался написать критическую историю философии. А я большой роман из истории Ножана на средневековый сюжет, который нашел в хронике Фруассара. Как господин Брокар де Фенестранж и епископ города Труа напали на господина Эсташа Дамбрасикура. «Помнишь?» Углубляясь в воспоминания молодости, они то и дело повторяли «Помнишь?». Они снова видели двор коллежа, часовню, приемную, фехтовальный зал внизу около лестницы, лица классных наставников и воспитанников. Анжельмара из Версаля, который из старых собок выкраивал себе штырибки, господина Мирбаля и его рыжие бакенбарды, учителей черчения и рисования Варо и Сюрире, вечно ссорившихся друг с другом, и поляка, соотечественника Коперника с его солнечной системой из картона, странствующего астронома, которому вместо платы за лекцию была предложена трапеза. Потом дикую попойку во время прогулки, впервые выкуренные трубки, распределение наград, радость вакаций. Во время каникул 1837 года они побывали у Турчанки. Так звали женщину, настоящее имя которой было Зораида-Тюрк. Многие считали ее мусульманкой, турчанкой, что усиливало поэтическую прелесть ее заведения, находившегося на берегу реки за городским балом. Даже в самый разгар лета прохладная тень окутывала дом, который легко было узнать на окне, рядом с горшком резиды стоял стеклянный сосуд с золотыми рыбками. Девицы в белых кофтах, нарумянинные с длинными серьгами, стучали в окна при виде прохожих, а по вечерам, стоя на пороге, тихо напевали хриплыми голосами. Это пагубное место бросало на округу фантастический отблеск. Говоря о нем, прибегали к иносказаниям. Знакомое вам место, известная улица за мостами. Окрестные фермерши дрожали за мужей, горожанки боялись за свою женскую прислугу, потому что однажды там накрыли кухарку господина супрефекта, и, само собой, разумеется, об этом доме неотступно мечтали втайне все подростки. И вот однажды в воскресенье, когда все были у вечерни, Фредерик и де Ларье сходили к парикмахеру завиться, нарвали цветов в саду госпожи Моро, вышли через калитку в поле и, сделав большой крюк, прошли виноградниками, вернулись в город через рыбачий поселок и проскользнули к турчанке, каждый с большим букетом в руках. Фредерик нес свой букет точно жених, идущий навстречу невесте. Но от жары, от страха перед неизведанным, от угрызений совести и, наконец, от присутствия стольких доступных женщин он разволновался, смертельно побледнел и стоял, как вкопанный, не в силах вымолвить ни слова. Все смеялись, всех забавляло его смущение. Он решил, что над ним издеваются, и убежал. А так как деньги были у него, то и Деларье пришлось за ним последовать. Когда они выходили на улицу, их заметили. Получилась целая история, которую не позабыли и три года спустя. Они с мельчайшими подробностями припоминали это событие. Каждый пополнял то, что позабыл другой. А когда кончили, Фредерик сказал, это лучшее, что было у нас в жизни. Да, пожалуй, лучшее, что было у нас в жизни, согласился Деларье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok